Всем привет, с вами Банарди, это новенькая серия по игре SnowRunner. Сегодня мы будем сравнивать два автомобиля. Это из последнего обновления The Mastodon и имбовый автомобиль, как долгое время считался, ZX605. Что выйдет из этих тестов, вы увидите сами. Решать, какой автомобиль лучше, вы будете тоже сами. Ну а наши, так сказать, непрофессиональные тесты начинаются. Всем приятного просмотра. Кстати говоря, спасибо Максу за то, что он делает такие замечательные полигоны. Вот этот полигон новенький, который буквально на днях снова обновился. Так что, ребятки, качайте, не пожалеете, там вы сможете потестить все ваши любимые автомобили. Название полигона будет в описании под роликом, как и многие другие. В общем, погнали смотреть ролик. Всем приятного просмотра. Перед тем, как начну со основной нашей тесты, сегодня мне будет помогать мой подписчик Биджолка. Он, кстати, есть у нас в чате. И такой отзывчивый молодой человек, который с радостью всегда поможет. Но вообще у нас в чате достаточно много отзывчивых людей, которые помогут вам разобраться в игре, которые помогут поиграть в коопе и так далее. Так что обязательно приходите, ссылка будет в описании. Там, кстати, уже больше 200 человек. Достаточно мощная такая аудитория, которая играет в SnowRunner. По поводу автомобилей. Как вы заметили, практически конфигурация данных автомобилей идентичная. То есть, ну, одинаковая. Единственный момент, смотрите, в этом автомобиле в Мастодоне обязательно оставляйте шины, которые идут стандартные. Вот, что не говорите, но это те шины, которые реально рулят. Вот, не знаю, с чем это связано. Наверное, так придумали разработчики. Ну что, погнали тестить. Итак, первый тест. Проверка мощности наших автомобилей. Насколько они мощные. И подтянут ли они вот эти вот замечательные локомотивы в горочку и без горочки. Просто нужно проехать по прямой. Сейчас на счет 3 мы стартанем и поедем. Ну, точнее как. Поеду только я. А ZX-605 почему-то не может. Не хватает у него мощности. Чтоб ни у кого не возникло мыслей из серии, что ты вот на Мастодоне ехал по прямой, а ZX-605 пытался залезть в гору, поэтому у него не хватило мощности. Попробуй на Мастодоне. Мы взяли, отогнали в сторону. ZX-605 и Мастодон взял тот же самый локомотив. И как видите, едет все спокойненько вверх и даже не напрягается. Долгое время ZX-605 я считал имбовым автомобилем, который справится с любой задачей. И я так подумал, если мы, ну точнее как, ZX-605 обосрался на локомотиве, то может быть дальше он поедет нормально. Поэтому мы отправились на круг. В круге было много грязи, много воды. И сверху еще длил дождь для того, чтобы, так сказать, усилить наши подвиги. В общем, 612 ZX спокойненько себе преодолевал препятствия и ехал вперед. А вот ZX-605 где-то там позади потерялся. И мне даже его какое-то время пришлось подождать, пока он приедет к финишу. В общем, когда он приехал, наконец, мы подумали, что этого, наверное, мало. Надо его потестить еще на других гоночках и посмотреть, как он себя будет вести. Автор данного полигона Макс очень сильно постарался. И на карте есть разнообразные, так сказать, тесты для ваших автомобилей. Один из таких тестов – это протащить колобка, ну, здесь, наверное, метров сто. У колобка пробиты все колеса, сломанный двигатель. Это нужно для того, чтобы потестить, насколько мощный, можно сказать, ваш автомобиль, справляется он с этим или нет. Как видите, мастодонт проехал за 17 секунд. Давайте посмотрим, как проедет ZX. ZX уже на старте начал буксовать, его начал носить в разные стороны. Вы не думайте о том, что я зацепил его где-то сбоку, у меня от этого стало хуже. Нет, я его уцеплял и к середине, и сбоку. В общем, этот автомобиль не прошел этот тест. Вот, честно скажу, не прошел. Ни на золото, ни на серебро, а хотя нет. Все-таки на бронзу он прошел. И по факту он приехал на 40 какой-то там секунде. Так сойдет, поэтому отправляемся дальше на большую гонку. Но перед тем, как это все пойдет, некоторые зададутся вопрос. Бонарди, когда ты выпускал ролик, когда вышел только мастодонт, ты обосрал этот автомобиль с ног до головы. У тебя что, поменялось мнение? Мое мнение на самом деле не поменялось. Я действительно хочу утопить этот автомобиль где-нибудь в глубоком озере. Но перед этим я его, конечно, попользую и не один раз. Как вы видите, в начале гонки достаточно неплохо себя повел автомобиль. Но опять же, вернемся к тому моменту, где я его обосрал. Я сказал о том, что он как хрустальная дыри рассыпается. Это действительно так. Я об этом в этом ролике также покажу и обязательно скажу. Так что смотрим дальше. Ну а пока... Пока-пока нашему, так сказать, 605-му. На мастодоне я проехал за 2 минуты 25 секунд. Тоже получив бронзовую медаль. Но здесь как бы было сравнение двух автомобилей. Понятно, что на каком-то другом автомобиле я проеду быстрее. В данном случае ZIG 605 проехал за 3 минуты 20 секунд. Вот как-то у него не сложилось ни со скоростью, ни с мощностью. Ну а в чем же ZIG X хорош? Смотрите далее. Как я говорил ранее, сегодня в ролике я покажу, почему я до сих пор считаю его хрустальным. Если делать максимальную скорость и ехать по серьезным, так сказать, объектам, да, вот по крутым съездам, по бетону, он все равно будет ломаться. Он будет ломаться легко и просто. Будут вылетать колеса, будет вылетать подвеска, будет там, я не знаю, бензобак и двигатель. Все, лететь по известному адресу. Но если на этом автомобиле не гонять, а просто, ну как бы, аккуратненько все преодолевать, естественно, никаких проблем не будет. Плюс у этого автомобиля он еще слишком длинный. И за счет этого ему поворачивать в некоторых, так сказать, маленьких улочках проблематично. И, кстати, что мне еще понравилось, этот автомобиль легко преодолевает препятствия с камнями. То есть, как вы помните, у Зигса это большая проблема. Да и в целом у многих других автомобилей. Но так как сегодня мы сравниваем Зигс 612 и Зигс 605, то по сравнению с 605, 612 едет просто очень легко и просто. И даже практически не замечает камней, которые постоянно лезут под днищу. Причем, неважно, мелкие или крупные. А теперь давайте проедем на 605 и посмотрим, как он себя ведет точно по такой же локации. Как вы видите, первую часть он проехал прям вообще, ну практически без изменений. Здесь он ударился немножко двигателем, но в целом автомобиль не развалился. То есть, как вы помните, на 612 здесь уже начала подвеска отказывать. Вот. А у Зигса 605 проблем с этим нету. Наверное, подвеска лучше или колеса лучше. Я не знаю, я не специалист в данной сфере, но автомобиль легко также смог повернуть. Ему не нужно было сдавать там назад. То есть, для маленьких улочек это в самый раз. Вот. Не подумайте, что в сегодняшнем ролике я обсираю 605. Нет. Я показываю просто сравнения те, которые мы испытали. Я буду пользоваться и 605, и 612 какое-то время. Мне, к примеру, на Юконе вчера на стриме 612 очень сильно зашел и действительно помогал. Давайте посмотрим, как 605 ведет себя на камнях. Как вы видите, он уже начинает буксовать, и это только мелкие камушки. Дальше будут крупные камушки, и еще надо выехать. Но, к сожалению, этот автомобиль не справится с этим. И он, как всегда, как во многих, так сказать, картах с камнями, он просто повиснет. Казалось бы, такая здоровая машина, а повисла просто на каком-то маленьком камушке. Ну, по сравнению с автомобилем. Поэтому старшему брату и младшему брату Дерри, в общем, нужно помочь своему еще одному брату. Вот такое вот семейство Зиксов. Итак, в конце ролика я решил финальные тесты провести также на прочность. Поэтому я отправил автомобили ездить по бетонным перекрытиям, по трубам и так далее. Ну, а пока эти тесты происходят, я бы хотел сказать пару слов. Я очень сильно старался над этим роликом, ребят. Поэтому от вас я жду лайка и ваш комментарий. Если вы здесь первый раз, то обязательно подпишитесь на канал. Кроме Сноураннера, на канале будут выходить и другие игры, в том числе. Возможно, какое-то вам понравится еще. Так что мне будет приятно. Также я хотел бы выразить отдельную благодарность Бджолке, который мне помог снимать этот ролик. У него сегодня день рождения, поэтому он до конца, так сказать, тестов не досидел. И он пошел праздновать свой день рождения. С чем я его и поздравляю. Желаю тебе добра, позитива, побольше здоровья. Чтоб ты был настоящим мужиком, чтоб у тебя все получалось в жизни. Ну, как-то так. Еще хотелось бы такой момент сказать. Ребят, если вам нравятся ролики, в описании под роликом есть ссылки на донат. Поделитесь со мной копеечкой, мне будет приятно. В общем, дело добровольно. Всех благотворителей я обязательно добавлю в следующем ролике. Ну и так далее. В общем, как вы видите, Мастодон ведет себя не очень комфортно. И при езде, так сказать, по бетону. Ну, в принципе, я об этом раньше уже говорил. Сыпется он, сыпется. Я надеюсь, что его все-таки пофиксят. А может, просто нужно как-то ездить по-другому. И выбирать, так сказать, локации для поездок другие. И тогда он не будет сыпаться. В целом, автомобиль хороший. И знаете, в заключении, так скажу, он лучше 605-го. Лучше. Почему? Потому что он справляется с многими задачами легко и просто. А судить автомобиль только потому, что он там где-то по бетону плохо проехал или по трубам. Но 605-й тоже едет. Вот видите, по бетонным трубам. И так же сыпется. И, ну, конечно, не так прям сильно, что у него прям выбивает подвеску. Но каждый автомобиль хорош по-своему. Поэтому на каком автомобиле ездить вам, решать вам. Но скажу так. Для того, чтобы открыть 605-й, нужно потратить, ну, я не знаю, если в соло играть, то, наверное, часов 5. Можно, конечно, кто-то говорил как-то побыстрее. А можно просто купить себе DLC Мастодона и кататься на нем. Причем без всех вот этих заморочек с поиском и так далее. И взять, если вы, допустим, для коллекции собираете себе автомобиль, то взять тот же Мастодон, загрузить его максимально и поехать искать этот ZIX605-й. Ну, а как я уже говорил ранее, если у вас есть проблемы с этим всем прохождением, и вам нужны друзья и помощники, то обязательно добавляйтесь ко мне в телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. На этом мой ролик сегодня заканчивается. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Всем хорошего настроения. Увидимся, когда увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!